Сберздоровье Сберздоровье довольно-таки интересный проект, связан он с диспансерным наблюдением пациентов дистанционно, то есть пациенту не надо приходить на прием к врачу-специалисту. Есть возможность проконсультироваться по необходимости специалистами узкими, то есть кардиологом и эндокринологом. Всё же в очереди посидеть придётся, но только в одной – к терапевту. А он уже при необходимости направит пациента к узкому специалисту. Все плюсы проекта Алексей Крючев, заведующий второй поликлиникой, прочувствовал на себе. Из-за гипертонической болезни его беспокоило частое повышение давления. Плюсы в том, что я непосредственно общаюсь с врачом в расслабленной форме, в домашних условиях, могу задать массу вопросов, которые я не всегда задам врачу на приеме. Поэтому мне очень понравилось это. И после той консультации, которую мы с ним провели, доктор мне назначил контрольное обследование, которое я также провел. Слава Богу, там всё нормально. Так же, как и Алексею Крючеву, врачи Сберздоровья помогли около 9 тысячам ямальцев. Из них ещё несколько тысяч человек обращались за повторной консультацией. Одно из главных преимуществ проекта – возможность проводить дистанционное наблюдение пациентов даже в удалённых районах округа. Врачами Сберздоровья выявлено 8 критических пациентов, которым требовалась не отложная медицинская помощь, а в ряде случаев даже госпитализация. Все они были переданы врачам нашего региона для оказания экстренной медицинской помощи. Более 13 тысяч ямальцев уже оценили преимущества телемедицинского проекта. Это внушительный показатель для первого года работы программы. Качество оказания медицинской помощи должно быть доступным, поэтому реализация проекта продолжится и в следующем году. Сейчас участниками телемедицинского проекта могут стать ямальца, состоящей на диспансерном учёте с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. В планах расширить перечень пациентов, которым будут доступны онлайн-консультации.